всем привет значит заключительный ролик верстки нашего макета в котором мы сделаем вот этот не сделанный наш слайдер и как раз таки сделаем закругление для нашего интернет-эксплойера так я в своей папке да вот здесь добавил папку слайдер в ней вот как раз таки есть вот этот вот слайдер честно говоря был у меня вот какой-то слайдер я его просто немножко подправил поменял высоту ширину скажем тогда поменял вот эти вот кнопки и в общем то выкладываю даю его вам вот в готовом виде вот в таком в котором он и есть единственное что в данном уроке мы с вами посмотрим а каким образом вот так вот любой слайдер взять и поставить себе на сайт поставить верстку ну и вот в следующем уроке вы посмотрите как это в конце в конечном итоге установить на движок wordpress а значит вот наши исходники вот наш слайдер нам нужно его открыть с помощью давайте с помощью dreamweaver откроем так открыли да это вот наш собственно код нашего слайдера так это код нашего слайдера значит нам нужно скопировать вот вот эти вот вещи из хэта да то есть это таблицы стилей которые нам необходимы будут для нашего слайдера а вот это это наши я вас крипты которые нам необходимы вот для нашего для того чтоб работал собственно наш слайдер да подключаем их к нашей странице в части хэд вот так вот так это мы подключили да единственное что здесь вот слайдер дефаулт слайдер 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 можно собственно и всю папку слайдера просто взять сюда и перенести справа и слева у меня одинаковые папки открыты как вы понимаете да но лучше все таки картинки да картинки мы поместим в картинке так колизей картинки мы поместим картинкам для я вас криптов мы сделаем отдельную папку для я вас криптов назовем ее js все вот эти я вас крипты мы скопируем сюда так а вот эти css файлы мы для них создадим отдельную папку допустим css и запишем сюда непосредственно то что у нас касается нашего css то есть будет это все дело выглядеть вот таким вот образом так скрипты мы подключили так здесь нам нужно сделать css здесь тоже css эти файлы по css лежат здесь у нас будет путь js 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 так теперь код самого непосредственно слайдера так так и ставим его вот здесь вот после меню у ну то есть как бы туда куда нам собственно и нужно его поставить так так здесь меняем это пути к нашим картинкам да то есть у нас они сейчас все лежат в папке имиджес так наверное можно что-нибудь попробовать так да отображается единственное что у нас немножко не не в том виде в котором хотелось бы наверное да так там где то значит какой то там или отступ или мы с высотой шириной что-то значит наделали да или там что-то еще значит firefox есть такая замечательная вещь как firebug в которой можно в общем то все это быстро дело посмотреть главное уметь им пользоваться до контент мейн вот он у слайдер так получается что у нас не видны и вот эти вот картинки да а так то вроде бы так может быть попробуем еще и маргинами поправить так это вот в дефолт 0 значит мы сейчас поправим то есть фэрбак у нас показывает все стили того элемента вот мы находимся на айди слайдер вот его все стили плюс ко всему мы вот таким вот образом быстро даже поправили какой то стиль плюс показывает в каком файле это находится дефолт css и строка 5 вот мы сейчас возьмем дефолт css 5 строка и сделаем вот здесь вот один то есть маргин 20 пикселей так они видят он вот этих вот вещей так сделали это работает не видит он их почему потому что вот в этом файле дефолт css написано да что для тга а используется фоновый цвет пейджер галда по тому же пути что и сам файл индекс html да то есть и что и сам файл в котором находится галерея но у нас так галерея находится вот здесь а имидж имиджес находится им пейджер галл находится в имиджес а мы сами находимся в css значит вот чтобы нам вот отсюда выйти нам нужно прописать двоеточие поставить и наклонную черту да это означает что мы из этого файла вышли вот в эту директорию затем нам нужно зайти в имиджес то есть после наклонной дальше пишем имиджес слэш пейджер галл то есть имиджес мы обратились в пейджер галл так пнг пнг вот появились так ну вот таким вот образом у нас ставится наша галерея ничего в общем то сложного нету главное подключить верху файлы стилей и прописать все пути если какие-то и мы меняли до либо поменялись по умолчанию вот причем нету разницы сколько у нас будет картинок да ну ширину высоту можно поменять на какие-то свои если вы там свои картинки нашли более удачные то пожалуйста можно менять значит вот эти но от количества будут будет увеличиваться автоматически количество вот вот этих вот переключателей то есть было три да мы добавили шесть в коде никуда ничего не исправляя вот таким вот образом получили что у нас автоматически получилось их 6 но пока и все в общем то вот таким вот образом нормально работают это мы поставили галерею так давайте посмотрим везде ли она работает так опера опера работает сафари сейчас посмотрим так сафари тоже отображает работает и mozilla собственно убедились до конца до что все работает и интернет так тоже все достаточно хорошо работает и сейчас мы быстренько разберемся как сделать значит закругленные углы до в интернет-эксплойере восьмом и так есть значит такой вот css3pecom да есть такой вот ресурс на котором можно как раз таки найти те вещи которые можно подключить к своей странице и они приведут в нормальный вид все то что вы сделали на css3 но не все бордер радиус видим бокс шаду и лайнер градиент есть такие вещи да бокс шаду и лайнер градиент у нас нету бордер радиус мы использовали и вот они соответственно приводят это к нормальному виду в более ранних версиях интернет эксплойера более ранних я имею ввиду более ранних чем 9 интернет эксплойер а вот здесь вот можно скачать все эти файлы до которые там нужно подключить после того как вы их скачаете наверно видели у меня уже здесь вот п и е css то есть у вас будет вот такого вот плана содержимое так но это будет естественно в архиве то есть разархивируйте и получите вы вот такую вот примерно папка будет примерно другая можно переназвать по ее назвать содержимое главное что будет вот именно такое так теперь их надо подключить то время как я их подключал нет я столкнулся с определенными проблемами либо исчезал фон допустим полностью исчезнет фон меню ну в общем суть проблемы в том что не правильно может работать это дело на локальном сервере это раз а второе то что долл не на локальном сервере а на локальном компьютере то есть именно не на сервере она вот в локальном месте значит может некорректно работать и плюс ко всему что надо указывать обязательно путь абсолютный к подключаемому файлу связи с этим значит я создал у себя на своем локальном сервере до запустил вот дэнвер создал вот чулс ру ввв здесь все абсолютно вот эти вот все файлы я просто сюда скопировал плюс к ним добавил вот этот вот п е все вот эти файлы вот они так теперь я собственно запустил в общем-то это все да вот он чулс ру работает ну и запустил его также в интернет-эксплойере вот он чулс ру запускается и здесь так теперь что нам нужно сделать нам нужно открыть файл стили ставил css но только единственная тот который вот находится на нашем сервере это вот он последний да ну и как-нибудь его попробовать ни с чем не перепутать так теперь открываем значит документацию и что здесь собственно написано да скачали вот они наши бордер радиус этом и так далее да указываем просто behavior и путь вот к этому вот файлу то есть в нашем случае вот у нас идет предположим контент мы указываем мы указываем behavior урал а урал у нас будет абсолютный вот допустим такой вот чулс ру и плюс еще мы проходим через папку вот эту вот п и е то есть добавляем сюда п и е css вот собственно путь нужно указывать так немножко не тут да вот сюда да и степи две косые чузру п и е п и е и теперь везде где у нас есть вот это вот эти вот бордер радиусы мы указываем весь вот этот вот путь для нашего файла п и е что и здесь вот после так это пост main где-то в сайт барах у нас еще были на сайт бар и сайт бар так ну вот вроде бы все Там, где оно поддерживается, оно, собственно, работу никаким образом и не нарушит. Но единственное, что сейчас она должна заработать в интернет-эксплойере. Так, здесь меню закруглилось. Закруглилась у нас форма для поиска. Здесь углы закругленные. Закругленные, здесь нормально. Ну и полный интернет-эксплойер. Так, вот, пожалуй, и все. Добились мы одинаковости и закруглили углы для интернет-эксплойера 8. Что мы получили на выходе? У нас сделан достаточно сложный сайт. Сложный в чем? Сложность именно в том, что здесь много закругленных картинок. Ну, не очень он сложный. Почему? Хотя бы потому, что он фиксированного размера. То есть мы могли вырезать одну картинку для меню. Вот таким вот прямоугольником большим, да? Фоновую. Соответственно, нам нужно было бы вырезать одну картинку вот такого вот плана для заголовков. Вот это. Потом нам бы пришлось вырезать еще одну картинку вот такую вот тоненькую шириной в один пиксель для фона основного контента анонса. Вот это вот была бы еще одна фоновая картинка, да? Вот это низ тоже была бы еще одна фоновая картинка. Опять-таки, вот это, наверное, пришлось бы вырезать тоже тоненькую полосочку, опять поместить ее фоновой картинкой. То есть очень много у нас получилось бы картинок. И, соответственно, это нагрузило бы нашу страницу. Но мы, используя CSS3, обошлись с использованием минимального количества картинок. То есть у нас картинок ровно столько, сколько нам необходимо именно для графики. То есть в хеде, да, картинка. Вот это вот кнопка пуск у нас картинка. Ну, естественно, слайдер. Это естественно, что там одни картинки у нас идут. И, ну, в постах, ну, это понятно, что это картинки, которые относятся к постам. От них никуда не денешься. Но все остальные вещи, которые делались закругленным, вот эти вот уголки, да, они делались, когда не было CSS3, все это делалось картинками. Аккуратненько вырезалось. Причем, картинки эти надо было делать в формате PNG, чтобы они красиво смотрелись. А PNG достаточно тоже тяжелый такой формат. Но очень успешно он в веб используется, поэтому жаловаться на него не будем. Что скажу по поводу P и E, вот этот HTC, да. Все равно увеличивается скорость загрузки страницы с использованием его. Поэтому, если сайт не очень сложный и не очень много вот этих закруглений, может быть, выигрыш пойдет, используя картинки, а не используя вот этот вот файл P и E HTC. А если же наоборот, сайт достаточно сложный, с большим количеством закруглений, ну ладно закруглений, а мы видели, что есть еще и тени от блока и градиенты. Вот, то, соответственно, может быть в достаточно больших сайтах он, возможно, и выиграет файл P и E HTC, да. То есть, в каждом случае нужно смотреть и прикидывать что-то свое. Ну, так или иначе, завершена у нас работа над макетом. Он сверстан. И теперь можно приступать устанавливать его на тему для WordPress. Желаю вам успехов в последующих уроках. С вами был Бернацкий Андрей. Всего доброго.